То есть, пока мы разобрали, скажем так, различные варианты нижнего отростка, какие они бывают. Я потом какие-то вычурные дам. То есть, следующий фактор, который мы будем рассматривать, 1,9, это именно длина буквы самого нижнего отростка. То есть, вот у нас может быть очень длинный, видите, вот я нарисовал такую длинную-длинную, такую букву R. И вот если так брать, ну, давайте снова, например, работа. Видите? То есть, сам нижний отросток очень длинный. А вот можно нарисовать 1,10, когда будет идти очень поджатый короткий нижний отросток, видите? То есть, у нас есть строчка, сама по себе. У нас есть, так называемые, прописные буквы. А, О, И, Н. Поняли мысль? И в данном случае, если брать, например, слово работа, видите, да? То само понятие вот этой вот, нужно брать сочетание вот этого расстояния, то есть, в самой строчке высоты буквы А, О, и сравнивать его с вот этим расстоянием длины самого отростка. То есть, если это взять за единицу, 1,0, ну, как одно целое, как единицу измерения, как условный, там, сантиметр, то здесь норма будет идти от полутора, ну, до трех. И норма, поймите сейчас мысль, все, что будет меньше вот этого полуторного варианта, это поджатые отростки, это укороченные отростки. Все, что больше трех, это вот то, что я нарисовал 1,9, это очень длинные отростки. Поняли? И теперь характеристика, что непосредственно лежит в понятии длины буквы R. Ну, от нижнего отростка буквы R. То есть, R это война, это стресс, это конфликт. Поняли? То есть, если переводить на простую, такую как метрику, чем длиннее у нас острие, чем более длинное оружие мы имеем, чем намного раньше мы проявляем свое нетерпение, свою агрессию, свои ударные качества в конфликтной ситуации. Это, знаете, как, Ольга, можно сравнить с понятием зоны моего пространства личное, за которой я начинаю атаковать, когда на него лезу. Понимаете? То есть, поджатость, это контроль, это сдерживание, это в какой-то мере, как с челюстью, как челюсть назад забрать. Это как отступить, чтобы не было раньше лишней войны, лишнего кровопролития. То есть, когда начинается разборка, поджатый отросток, это как сделать шаг назад. Ладно, пускай будет еще кусочек тебе, но только давай не будем лишний раз воевать, лишний раз устраивать разборку. А когда очень длинно, то по большому счету это то состояние, когда я начинаю уже намного раньше вступать в конфликтную ситуацию. У меня, знаете, как поле для войны, для разборки намного больше. И вот в этом плане, вот вариант 1.9, когда она очень-очень длинная, то есть запишите, тут несколько у нас будет сценариев. То есть первый вариант, это люди, вот как раз истерически, демонстративного типа поведения. И тогда это банально люди, которые, ну, актеры. И поймите, в чем проявляется некое как актерство, ну, как бахвальство. Ну, как, знаете, как нужно зарисоваться, нужно выпендриться, нужно всем показать, что ты боец, что ты крутой, что ты очень сильный, что ты выносливый, понимаете? Что ты не боишься идти на стрессовые ситуации. Это некая такая заявка о том, что я крут. И еще раз повторюсь, здесь очень важный момент, то что люди могут сваливаться в банальный выпендреж, в банальную рисовку. Второй вариант, Ольга, это как раз те люди, которые ставят перед собой очень крутые, глобальные, высокие цели и задачи. То есть, это, знаете, как, если рассматривать Эрку как конфликт, как война, то это человек, который готов, и, знаете, заряженный на очень высокую цель, к ней идет, и готов столкнуться с любыми трудностями намного раньше, и встречать их лицом к лицу. и не боится. Это как некий такой уровень очень сильного и бесстрашного человека одновременно. У которого задача очень глобальна. Вот между ними, кстати, у Ольгой есть очень большая разница. Заметьте, в одном случае человек, актер имитирует то, что он крут, во втором случае мы имеем дело с человеком, который крутой, и который валит, получается, невзирая ни на что. Видите? И возникает очень прикольный вопрос, Ольга, как их друг с другом не перепутать? Где человек пытается вам показать, что у него там большой такой меч, и он его поднять не может. А где действительно? У него хороший двуручный такой палаш, и он хорошо ему умеет орудовать. Как проверить? Как узнать? Я сейчас ради головоломки вам немножко возьму и поиграю с различными формами нижнего отростка, в зависимости от того, они длинные или короткие. Вы посмотрите, как будет видоизменяться характер. Частично может срабатывать нажим. Это раз. Насколько сильный нажим. А второй вариант, тут Ольга очень такой простой. Вам нужно будет дополнительно пообщаться с человеком и посмотреть, понаблюдать, посмотреть его портфолио, посмотреть его историю. то есть, условно, это действительно боец высокого ранга, и у него есть титул и достижения и регалии, которые подтверждают это. Понимаете? Понимаете? Либо вы имеете дело с пустышкой, которая демонстративно, истерически пытается показать, что он очень крут. Тут иногда, грубо, ошибиться очень сложно. Перепутать с суперкрутого бойца с истеричкой, то есть, иногда очень сложно. Сложно перепутать? когда вы видите зверя высшей категории, когда вы видите истеричку. Ну, я там имею в виду. Это как бы видно, что это истероид, видно, что это демонстративщик, видно, что это такой понтамет, поймите. Вы знаете, посмотреть на человека, включить интуицию, посмотреть, с кем вы имеете дело. Может быть, в других факторах будут тоже лежать какие-то качества. Но чаще всего это банально глянуть на человека и задать вопрос перед вами. Зверь высшей категории или перед вами истероид? А если возможно посмотреть не на параметры? Тогда нужно как-то выключать, смотреть на другие параметры, да. Возможно на букву Д, возможно на букву Т, смотреть на букву В, то есть там нужно, наверное, другие факторы будут усиливать это качество. Надо же посмотреть туда же. Только так, я не знаю, как по-другому. Тут уже грубо, но нужно Ольга включать некую-то как интуицию, что ли. Но лучше, конечно, все-таки как-то иногда посмотреть на человека, еще если есть возможность. Еще допишите третий вариант, который иногда случается. Рука иногда вот так проваливается у людей, которые, мягко скажу, либо спиваются, либо сидят на системе наркоты. То есть это определенная степень деградации человека. Иногда у него рука проваливается, потому что он, знаете, как у пьяного, он не чувствует вот этой меры. Он не чувствует состояние опасности, он не чувствует, куда дальше заходить нельзя. Это как вот образ, знаете, когда пьяный паркуется, он может припарковаться чуть дальше, а-ля пронесет, а-ля не страшно, понимаете? Когда пьяному море по колено, то есть когда он что-то делает, то есть у него он оторван от реальной понимания неадекватной опасности ситуации, он может сделать лишнее движение, которое чревато уже переходом в лишнюю конфликтную модель. Увидели? И здесь, кстати, тоже, Ольга, поймите, вы по почерку не вытянете, что человек алкаш, что он деградированный, что он уже не контролирует, что он уже вспивается. Здесь уже нужно как-то, вот если у вас есть, ну если вы работаете по анализу человека, вы по сути должны тогда поставить задачу своему отделу службы безопасности провести дополнительную перепроверку, есть ли за ним вот этот грешок. То есть ваша задача психодиагноста дать вот такую оценку о том, что это нужно проверить. Потому что, понятно, взять спивающегося, деградирующего человека, а если еще руководящую должность, это чревато проблемой. Хотя, по сути, сейчас он, возможно, как это, в завязке, он сейчас не пьет, у него все нормально, но это же пока. Я опять не сорвался, не ушел в отделе. Если очень укороченная, как вариант 1.10, вы имеете дело с человеком, у которого очень хороший самоконтроль, сдерживание, блокировка. И вот тут тоже, Ольга, у нас будет несколько вариантов. С одной стороны, это может быть человек, который уступает, который себя сдержит, контролирует, управляет своей агрессией, умеет ее блокировать, чтобы она, ну знаете, как опять же, не атаковать лишний раз, потерпеть, подождать, не срываться сразу. Ну как, например, работа с конфликтным клиентом. Особенно, если продают каким-то очень капризным, истеричным личностям. То есть, если же, понимаете, будет человек с очень длинной, хорошей буквой Р, он же, ну например, особенно еще психопатический, он же скажет, ребята, вы че, а купили что ли? Ну еще с клиентом где-то лезть в бутылку, иногда может быть даже до рукоприкластов, всякое бывает. А поджатость в какой-то мере, да, у него пряжу на голове, то есть, он может подождать, он может отойти в сторону, посмотреть, он может потерпеть. Поняли? Ну, Ольга может посмотреть мои, у меня все поджаты. Есть такое, мы поговорим обязательно. Все верно. Ну, вот, кстати, тоже сейчас мы поиграем, я сейчас вот сотру то, что есть, я покажу вам следующую, начнем следующую разборку и поиграем с различными, свето, вариантами буквы Р длинной и с различными вариантами буквы Р короткой. Поним? И там будут видоизменяться картинки, потому что у тебя психопатическая поджатая, ну, если так взять, одна из вариантов. Да. И это что? Это все, сейчас. Это же терпеть до последнего, потом, блин, кто не спрятался, я не виновал. Да. Так, не знаю. У него там 2, 3 варианта точно я накопал, да? Да, и разные. И сборку тоже мы сделаем. Вот когда мы разберем все варианты, потихонечку я покажу, как складывать вместе конструктор, когда 2 варианта, 3 варианта, 4 варианта. Когда семантика слова определенная. Это же очень важно, кстати, как раз, Ольга, в каких словах, где как пишет. Понимаете? Да, да. Одно дело, когда Света в слове работа напишет импульсивно-психопатическую, да, а когда в слове брак напишет там другую, социальную. То есть, это же разное отношение к браку и к работе. Ну, вот так, условно. зависит от контекста ситуации, либо от контекста того информации, которую человек пишет. Это тоже мы будем разбирать, это все у нас грядет, будет. Укороченный, первый вариант, самоконтроль, сдерживание, поняли? Второй вариант, это забитость, назову слово, зашуганность, затюканность, загнанность человека ниже плинтуса. То состояние, когда человек, вы знаете, как боится голову поднять, потому что знает, что ему опять влетит, опять получит побалдею. То есть, он прячет свое вот это, ну, назову слово, жало буквы R, для того, чтобы лишний раз опять не попадать под раздачу, не высовываться. И, заметьте, опять возникает очень интересный вопрос. Как их не перепутать друг с другом? В первом случае, мы имеем дело с человеком, у которого хороший самоконтроль, сдерживание, который с цели нисходит, ждет, ну, как затаился, знаете, затаившийся тигр, спрятавшийся дракон. А во втором случае, это забитый, затюканный, зашуганный, который боится голову поднять. Это, заметьте, одинаково короткая буква R, но два разных сценария. Видите? Как, Ольга, их не перепутать? Как можно их разделить, различить друг с другом? С одной стороны, нажим. То есть, запишите сразу, у нас нажим будет отвечать за такое понятие, как воля. То есть, нажим показывает то, насколько мы сконцентрированы на процессе, насколько мы в него включены. То есть, это как некая такая, как, знаете, включенность в обратную связь, пребывание в ситуации, не пускание ситуации на самотек, постоянно, знаете, как все-все под контролем. Отсутствие нажима может давать определенную расслабленность, определенную негу, определенное течение по ситуации. То есть, потеря концентрации, знаете, как отсутствие где-то мобильности, вот такие вещи иногда могут быть. Как-то сложится, либо устал, либо не хватает воли, поняли? То есть, вот вы сейчас вот это запишите, потом мы с этим тоже еще поиграем. Я покажу, как это будет проявляться, например, в разных нажимах, в разных ситуациях нижнего отростка буквы «Р». Поняли? Второй вариант, кстати, Ольга, если брать в плане как раз зашуганности, либо самоконтроля сдерживания, еще будет показывать то, какой вариант нижнего отростка используется. Ну, то есть, условно, если хороший нажим и у нас ланцетка вариант 1.2, то это один сценарий. Когда у нас слабый нажим, например, и поджатость 1.6, то это другой вариант. Видите? я это стираю, вы себе перерисовали. Вот. Ага. Отлично. Последний у нас был 1.10. Вот у нас 1.11. Вот, и пульсинная психопатическая очень длинная. Видно? А вот, например, 1.12. ланцетная. Я все рисовать не буду, я просто главное так накину, потом мы разберемся. Я взял три варианта. То есть, первая психопатическая, вторая вот эта ланцетная жесткая целевая, третья у нас 1.6 провокативно. Видите? В первом случае я подописывал их с очень длинными отростками, во втором с очень укороченными отростками. И вот теперь смотрите, как вот нам нужно, у нас есть характер нижнего отростка, нам нужно к этому потихонечку добавить фактор либо удлиненности, либо укороченности. мы потихонечку, знаете, как конструктор лего расширяем, мы добавляем еще одну детальку, мы видоизменяем конструктор, мы дополняем его, мы синтезируем информацию по еще дополнительному фактору. Понимаете? Вот что будет происходить, например, вот давайте так, с легкого начну. Вот вариант 1.13, когда очень длинная и провокативная, социальная. В чем опасность ситуации? что дает длина в такой букве R, в таком отростку? Чувствуйте, вам сейчас нужно включать интуицию, вам нужно сейчас потихонечку, Ольга, как это, грубо скажу, проходить сквозь букву, знаете, как из серии? Вам нужно ее потихонечку вот как-то вот так вот тоже. Обжевывать с разных сторон, смахтывать, знаете, как серии, обсасывать. Вы же заметите, вы имеете дело с очень длинным отростком, видите? То есть в драке, в конфликте, в стрессе это человек, который идет в модели демонстративщика, истерички, позера. Но на это накладывается программа 1.6 о том, что это социальность, это слабость, это нехватка ресурса для того, чтобы держать длительное время негативный сценарий, видите? То есть в варианте 1.13 вы имеете дело с человеком, который вызывает очень высокий уровень конфликта в свою сторону, не понимая о том уровне опасности ситуации, с которой он столкнулся, видите? Он слишком сильно идет на выпендреж, не понимая о том, что можно конкретно получить по башке за свою демонстративную актерскую демонстрирование. рисунку, поняли? Увидели? Ну, вернусь к началу, помните, длина. У нас два варианта, либо очень жесткая, высокий уровень цели, это не тот случай, понятно, из-за того, что она сама все слаба, а второй вариант у нас был, это актер-демонстративка истероид, поняли? В данном случае, я склоняюсь к тому, что это больше истеричный вариант, но истеричный вариант, который сам по себе не сильный, поймите, тот истеричный вариант, который не имеет высокого уровня стрессоустойчивости, потому что сама по себе палочка, как 1.6, это социальный. Если складывать вместе, мы имеем дело с одной стороны социальным, со второй стороны демонстративным. То есть, это демонстрация о том, что мне все ни по чем, но сам по себе он социальный, то есть, это условно он вызывает демонстративно очень высокий уровень войны, это эрка, ну, конфликта, то есть, лезет где-то на рожок, а потом орет и без серии милиция, полиция, помогите, спасите, кто может. Это вот такая, то есть, это вот классический такой типаж любителей экстрима, но экстрим это и серии влезть в проблему, а потом звоните серии в МЧС, снимите меня с дерева, либо со скалы, либо еще откуда, но лез туда с позиции показать всем, что я бесстрашный, понимаете, вот это сочетание, оно так работает. А если вы возьмете 1.12, она же, заметьте, уже жесткая, ланцетная, целевая, конкретная, видите, и очень длинная, то здесь уже можно предположить, что мы имеем дело с человеком, который имеет очень высокую задачу, цель, мега задачу, очень крутой боец какой-то, видите, который заявляет всем о том, что он очень крут и не боится этого делать, видите, но минус тоже как вот, уже как перестраховка, слишком высокий уровень заявки, Ольга, то здесь уже нужно перестраховаться, возможно, он уже, знаете, как, ну, чрезмерно бахвальный с точки зрения того, что он очень крут, она уж слишком длинная, понимаешь, уж очень тяжело будет поднять такой, ну, такой длиннющий двуручный меч, ну, ну, утрируем, но так, меч большой, но если бы поднял вообще круто было бы, так вот, а что в случае психопатической 1-11, что там усилится, какие качества, я вот недавно с таким почерком столкнулся, я обвалдел, я никогда таких длинных эрок не видел, я вам, кстати, дам на практику, ну, на практику или на домашнее задание, а, тот, который вот эти пэшки и ешки писал, кстати, свет, вот такие, такие эрки, длинные психопатические, я чуть не упал, я обалдел, работает, кстати, на скорой помощи, врач, ну, 6-й курс на медика учится, и длиннющие эрки, психопатические, вот, что здесь будет, вот, как это, по какому параметру сложится вместе очень большая длина и очень высокий уровень такой, как психопатия. Бьет и кричит. Бьет и кричит. Ну, здесь же, смотри, вот момент, помнишь, вот, вот, как образ, здесь больше, по какому, вот, знаешь, как вот определенные качества срезонируют в квадрате, свет, вот тут четко, то есть его легко очень, задеть, зацепить, да, супер, при этом у него она длинная, это усиливает то, что его легко задеть и зацепить. То есть он разгоняется быстрее гораздо, то есть не с оборота, а с половинки оборота. Можно сказать, что он постоянно включен, да, из серии, да. Да, ну, постоянно истеричка такая, которая еще и может еще и дать. Ну, еще психопатическая, ты же думаешь в прикольную вещь, то есть это же вот как раз, здесь вот, в моем понимании, здесь срабатывает некое бесстрашие в квадрате. Ты же заметишь, психопатик сам по себе, когда идет на конфликтную ситуацию, он бесстрашный. А, он еще бесстрашный. А еще с учетом того, что он демонстрирует. Это терия алкоголика и наркомана, вы говорите, то есть это уже выпадение, то есть оно... Ну, он, кстати, не пьет и не курит, то есть это я специально перепроверял, то есть он как раз наоборот, он а-ля здоровый образ жизни, он... Я как раз таки про здоровый образ жизни, я к тому, что она как раз таки это вариант выпадения, то есть она западает, что у человека нету границ, он не чувствует вот этой нормы какой-то. Да, 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 но здесь именно как раз пойми, как некая такая, как знаешь, из серии я так решил, и я в такой манере так действую, если другим не нравится, это их проблема, понимаешь, здесь вот такая штука. Здесь вот это вот, почему говорю, бесстрашность, потому что, с одной стороны, психопатик, который не боится включаться в разборки, жесткие, хорошие такие, знаешь, а с другой стороны, он еще периодически будет, ну, как идти в некой такой, как манере рисовки, не то что рисовки, а легко зацепить, и он бесстрашно идет в дело, понимаешь, вот как для медбрата, и вот он, он, кстати, в тасках от работы, да, на скорой помощи, потому что это проблемы, это вызов, это людям плохо, это ехать, разный опыт, то есть вот такой, знаешь, он как в своей среде, но наоборот, он как губка, знаешь, впитывает эти все ситуации, то есть он не прячется, он наоборот, он их ищет, понимаешь, тем больше, тогда, он просто сам на грани, всегда, да, да, а с другой сам на грани, все верно, ситуации его такие же привлекают, ну, логично, да, то есть как ему отец дал обратную связь, из серии, что, знаешь, что он сжится со своими, вообще жить и со своими однокомнатниками не может, то есть тот музыку слушает, тот компьютер не выключил, тот там какие-то макароны не так поджарил, то есть он срывается, он конкретно начинает всех валить, ходячая истеричка такая, но ты же заметь, вот ты же заметь, кстати, прикольную вещь, что у нас в случае 1-13 тоже истеричка, но слабая, а здесь зараза, сечаешь при этом, блин, зубатый, понимаешь? Да, он еще не боится тебе прийти, вот пойми, что такое бесстрашная психопатика демонстративного типа, он не боится Света тебе прийти и сказать в глаза о том, что ты ему мешаешь, что ты должна делать по-другому, вдумайся, здесь вот есть определенная такая как бесстрашная сила планочного, который, знаешь, как вот, сейчас образ тебе передам, это знаешь, как вот из серии стоит толпа людей, курят у него под окнами, и ему не проблема спуститься вниз, подойти и сказать, ребята, не курите, у меня дым в окно заходит, понимаешь? Вечером, ночью. Это вот такое состояние. Увидела картинку? Да. 1-12 этой серии очень сложно, потому что, то есть, возможно, у нее цели такой и не будет, он и ставить ее не будет. А здесь как раз вот есть такая, как, ну, ну, планочная с демонстративного типа, здесь накладывается очень прикольно в состоянии. Он постоянно, кстати, на износе идет, он постоянно идет на таком, как риске, ну, я бы назвал, как повышенного давления и инсульта, потому что он постоянно в перегрузе вот таком. Гипертоник такой. Да, 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 который идет на инсульт, потому что, а, замечайте, очень прикольно, но по нем сработал как раз фактор не демонстративки, как рисовки, а как мега задачи. То есть, у него как мега цель, у него как мега план, у него, как знаешь, как и серия перспектива в жизни, он должен ее достичь. То есть он валит, блин, как такой, ну не то, что терминатор, а как без обратной связи его назвал. Я захотел, я решил, я этого добьюсь. А зачем он к вам пришел, что он хотел узнать? Нет, это его отец учится просто, и он показывал сына. А, понятно. Это как раз именно его психо... Я думала, что он пришел за консультацию, но мне кажется, в связи не... А как такой человек может прийти за консультацию? Нет, вообще и близко нету, он бесконсультационный, в моем точке зрения. Все верно, ты правильно заметил. Это зрение, да. То есть это принцип определенной правоты, а если он не прав, то эта проблема не его. Да, вот-вот-вот, не ложится. Да, да. Такие люди ответов не ищут. Они знают, ты вам расскажешь. Да, 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 да. У них вопросы не возникают, особенно в отношении их модели поведения. Там все остальное тоже. Я дам ему почерк, кстати, мы будем его разбирать. Мне кажется, отец разрешил ему почерк разбирать в качестве практики, потому что, то есть очень... Ну, я редко видел такие прикольные, знаешь, как сочетания. Вот то, что я показывал. Ии, Пэ, там, наши серии. Бэшечка у него интересненькая, в общем, такая, блин, дненючая. А каково отцу с таким сыном? У него есть какие-то сложности с ним? Как я понимаю, отправили его в другой город учиться и... И выдохнули. И выдохнули. Как отец дал обратную связь, проблема возникает, когда, говорит, он приезжает либо на каникулы, либо это, наши серии, начинает рассказывать о том, что что-то не так переложили в его комнате местами. Боже, бедная его жена, если он крайне женится, вообще... Мы, кстати, я о том не говорил, но мы то же самое посмотрели. Что с точки зрения как раз вот девушки, и тоже, кстати, прикольная вещь, он вначале как где-то... Как это... Может быть, как целевой, он где-то влюбится, включится и влюбит в себя, а потом ей хана. Ты понял? Да, он вначале ее... Полотенчики будут висеть ровно по крючке, кружечке с такими ручками в одну сторону. Я не уверен, что вот женщина его настолько будет любить, чтобы это настолько терпеть. Ольга, я вот не знаю, либо это какая-то должна быть ей совсем некуда бедной будет деваться и жить у него, либо это вот... Нет, я просто такой вещей тоже спритовала. Да, но здесь вот мы пока вот поняли, идем от буквы, а потом мы еще добавим другие факторы. Просто я уже немножко добавляю другие факторы, но пока вот R-ка... Вот можно... Знаете, видите, знаете, кстати, насколько мы по одной букве, то есть копаем информацию, еще другие факторы вытягиваем, как модель. Как это может раз-раз складываться. Что будет идти в случае поджатости? Вариантик 1.15. Света, у тебя не настолько поджатое, но вот-вот-вот... Давайте усилим фактор вот такого жесткого поджатого контроля. Что дают в случае 1.15 поджатость импульсивно-психопатической R-ки? Ну я могу сказать конкретно в отношении себя. Тут несколько вариантов может быть сдерживания, выжидания и сдерживания. То, как это у меня проявляется. Ну это же сдерживание определенной модели срыва. Да, определенные, конечно. Ну вот это психопатическое, это же мы про психопатическое говорим. Конечно. Да. Вот это сдерживание каких-то выбросов, но тоже не хорошо. Бешенство, планочности, подорванности, неконтролируемость. Может, все равно этому должен быть какой-то выход на чей-то плохо на здоровье. Здоровье может отразиться. Да, да, да. Это то состояние, когда начинает падать, как это, подкипает состояние планочности, бешенства. И это требует разрядки. То есть это куда-то нужно сбросить. Иногда это может быть спорт, иногда это может быть какая-нибудь там условная тумбочка, иногда там может быть какой-нибудь там жесткий конфликт. Иногда, кстати, вот эти состояния, это как некая такая сжатая пружина. Да. Которая по-любому, то есть, знаешь, из серии как вот сжалось, но дальше ее уже перекаливать некуда, дальше ее сжимать некуда. То есть она требует в какой-то мере, на определенной этапе будет разрядки. То есть это, кстати, вот как раз, знаешь, то состояние как бойцовского человека, который, ну, знаешь, как вот в твоем случае где-то частично, это психопатический, бойцовский человек, который пытается, ну, как это, социализироваться, назову это так. Но социализация происходит этой серии, как терпеть, 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 сорваться, потом опять терпеть, 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 сорваться, опять терпеть, терпеть. Но когда срывается, по сути, да, в это время как раз вот срабатывают определенные, опять же, заметьте, бесстрашие, то есть независимо от того, кто перед ним, сколько перед ним, то есть какое состояние, то есть это вот, как состояние эффекта. У меня у знакомых, я такой образ давал обратную связь, красивую, у него психопатический, очень сильно поджатый. И он когда, знаешь, как пришел там работать на завод, и он был молодой, там, в нашей серии, и его начали там, ну, как салага, то есть начали его травить, там, более взрослый, подкалывать, там, знаешь, как-то его там подначивать. А он такой, ну, крупненький сам по себе, то есть такие руки, знаешь, ну, то есть, и при этом такой, как, ну, я бы назвал, как, с виду, как флегматичный, знаешь, в нашей серии, то есть, ну, улыбающийся, терпеливый. Но при этом же очень жесткие, поджатые психопатические эрки. И вот когда какой-то там он-то поднимал мешок, и его там чувак, знаешь, там, дал ему поджопу с ноги, ну, чисто поржать, чтобы всех повеселеть, он говорит, я в себя пришел, когда вот так его закадык держу, лежу на нем сверху, предоедуя всей массы, говорит, и он хрипит, говорит, прости, прости, ну, там, по имени называют, говорит, прости, говорит, я не прав. То есть, он, говорит, понял, что, говорит, еще немножко, вот так вот кадык ему свернул бы, говорит, по сути, пошел бы в тюрьму. То есть, вот это состояние, вот это, ну, по сути, такого жесткого, поджатого психопата. Понятно? Ого. Это чревато вот такими вещами. Некоторые могут, вот, как ты и сказал, очень красиво, то есть, пойдет какие-то проблемы со здоровьем, какое-нибудь, там, не знаю, накопление желчных, желчных пузырей, то есть, какие-нибудь там, то есть, камни, еще какие-то вещи. Камушки. Камушки желчные, да. Где-то может дискинезия, то есть, там, там может по-разному разворачиваться, да. И здесь, вот в этом плане, кстати, прикольно, но таким людям нужен полигон. А полигон, это, понял, это нужно где-то место, где он будет это сжигать, сбрасывать. Какой-нибудь активный спорт, а-ля поехать, там, знаешь, на коньках всех, там, разметать хоккей, либо там, на футбол пойти, побуцать друг друга, по ногам, и себя по ногам получить. То есть, где-то вот нужна вот эта вот разрядка, где-то нужно сбрасывать. Да. Я стреляю с пистолетом, в общем, помогает, на самом деле. Ух ты. В тире. Это полезно, да. Особенно, если вешать, если вешать еще портреты тех, кто раздражает, и попадать им в третий глаз, да, становится легче. Главное найти свой способ. Если человек, в этом есть, как бы, плюс и минус. В этом есть определенная польза, потому что, ну, вот, это чисто по мне, это дает энергию. На самом деле, это очень много энергии, которые себе направились в нужное русло, оно там, даже уже длинных эрак не надо. Да. Если на это такая поджатая эрка, это так много энергии, которая может перевернуть, там, или достигнуть каких-то нереальных целей. Да. Но если нет контроля, если нет сброса правильного, то это катастрофа. Поэтому можно... Контроль есть, нужен сброс, правильно, да. Сброс, сброс, надо, да, Все верно. Просто если находишь свой способ сброса, который тебе подходит, кому-то хорошо в кипятке побежать, кому-то пострелять, у всех своих, в полки вообще. Да, все верно. Хорош образ, очень четкий. Что будет в случае 1-16? Очень поджатая, короткая эрка. Но заметьте, она уже ланцетная, она варианта 1-2, она безэмоциональная и очень острая. Вот как сложить вместе? С одной стороны, Ольга, он жесткий, целевой, конкретный, безэмоциональный, со своего не сходит, поставил цель, идет до последней, крайней точки. Понимаешь? Понимаете? без компромисса, без сопереживания. Заметьте, я описываю все качества, по сути, которые были учитаны, учтены в варианте 1-2. Что дает поджатость? Что он может долго ждать? Супер, супер, конечно. То есть, здесь та ситуация, вот пойми, Света, когда человек сталкивается с конфликтной ситуацией, и он не может ее сейчас преодолеть в силовом варианте, он, Света, как снайпер, знаешь, как залегает на дно и ждет, когда сложится та ситуация, когда он опять достигнет того, что он перед собой поставил. Понимаешь? Очень прикольный момент, он с целью не сходит, он не уступает, это не слабость. Особенно, если у него еще, знаешь, как очень короткая, хорошая эрка, то, по сути, он ждет до последнего, пока, опять же, по ней мысли, не получится достичь ту цель, которую он перед собой поставил. Это очень хорошо, работать с вот такими, как конфликтными людьми, когда он, по сути, знаешь, его задача продать. Да хоть кон на голове чешим, понимаешь? Когда его задача доехать, когда его задача дождаться, когда будет та ситуация, которая ему нужна. Идеально. На провокацию не включаться. на какие-то там, скажем так, попытки там задеть, зацепить, не включаться. Твоя задача продать. Все. Все остальное тебе не гребет. Видите? Угу. И это очень прикольное сочетание. Ну, как по-своему прикольно? Тем, что он в какой-то мере слишком, знаешь, вот минус какой, я бы сказал, он слишком крут для того, чтобы настолько долго ждать. Видите напряжение какое у него? Он слишком сильный. И слишком, возможно, все так пересиживает в той ситуации, когда это... Он, знаешь, как начинает действовать жестко, конкретно по цели, когда его уже ну совсем припекают, знаешь, как и серии, то есть подпирать, ему некуда деваться. Только тогда он еще как-то где-то покажет свои зубы. Понимаешь? Угу. То есть с точки зрения, если рассматривать образ, например, графологии, смотрите, можно элементарно использовать в качестве определенной психотерапии. То есть если здесь рассматривать психотерапию, например, с твоим вариантом, то нужно искать полигон для сброса. Если рассматривать вариант 1.16 с точки зрения как психотерапии, то ему нужно давать как раз способность оттягивать свою вот эту территорию, когда он раньше начинает включаться в драку, в разборку, отстаивание своих приоритетов. Понимаете? То есть он слишком сильно пересиживает. Это боец, который слишком сильно зажат. Как рекомендация, кстати, вот как раз потихонечку удлинять отросток и потихонечку отстаивать свою территорию, пространство, свои цели раньше, чем когда уже допекут до последней крайней позиции. Поняли? Пересиживают. Что если происходит вариант 1.17? Социальная, короткая, ну то есть по сути вариант 1.6, но очень укороченный. Терпила. То есть если у него светослабый нажим, то да. То есть, видите, если слабый нажимчик с точки зрения как поджатости и социальности, вы заметите, кстати, очень прикольное сочетание. Вот в сравнении, кстати, Ольга, с вариантом 1.13, когда такая же очень слишком демонстративная, видите? То есть там слишком слабый, но очень выежистый. А здесь как раз тот, который слабый и не высовывается. Видите? Тот, который не хочет строить из себя героя, который понимает, что ему влетает. Вот здесь как раз будет вариант, возможно, забитости, слишком высокой степени уже конформизма, подстройки. То есть это, знаете, как играть под то, чтобы другим было хорошо и лишний раз на рожон не лезть. Видите? Здесь человек, который тоже, вот смотрите, напишите тоже интересный такой момент. Вот длина буквы R это еще как некая такая, как инициатива. Брать, вот у нас в букве D это будет работать четко. То есть это брать, если в D-шке это инициатива в работе, в деле, в действиях, то по сути в букве R это инициатива в войне. То есть вот то, что помните, мы обсуждали, 1.11 психопатическая, очень длинная. То есть у пацана инициатива в психопатическом варианте идти и нарываться зашкаливает. А вот у варианта как раз 1.17 инициативы лишний раз высовываться, чтобы опять получить по шапке, это уже было. Он уже знает, он уже не хочет. Ох, Ольга, это тяжелая наука. Я не знаю, куда попало. Да, 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 да. Я потихонечку, я, Света, вот свидетель, я хорошо учу. У меня способность, да. Я умею ее объяснять. Просто здесь вопрос, как это, вам нужно материальчик просто будет подтянуть и это тоже, поймите, это как вы сейчас заходите в абсолютно новое информационное поле. И вам нужно понять время, как работают ключи, как работает программа, как работает конструктор, да. В третьей буквы будет все понятно, на самом деле. Да, особенно, когда еще я объясню кодировку пространства, я вам, кстати, да, да. Вот ровно третья буква, третий урок и все. И все, он начинает становиться на свои места. И когда мы уже дальше будем разбирать следующие буквы, Ольга, там уже будет четкое понимание, откуда я беру информацию, почему это именно так, как это проявляется на следующую букву, как на следующую интерпретацию. Да, там и так. Поэтому, то есть, терпение, мой друг. Это длина. Вот длину мы обсудили, и вы ее поняли. А, все, смотрите, это привыкайте потихонечку к моей терминологии. Смотрите, у нас, Ольга, есть такое понятие, как синтез информации. Вот, например, если синтез, это когда у нас есть какой-то фактор, например, вот психопатическая буква R, 1-1. у нее есть описание, определенное количество каких-то пунктов, например, там их 5, понимаете, что это там, экульсивность, это там, обезбашенность, это там, веселье, то есть, шило в мешке не утаишь, но условно, то есть, это, знаете, как определенное количество, какие-то качества, понимаете. А когда мы добавляем новый фактор, как понятие длины, то длина буквы, это тоже какие-то качества, это определенная инициатива, это определенная территория защиты, это определенная демонстративность, понимаете, да? То есть, это тоже определенное качество. И вот понятие удваивания, это нам нужно теперь посмотреть, по какому параметру они вот усиливают, удваиваются, вот это я имел ввиду. То есть вот психопат и демонстративный удваивается бесстрашие, Ну, как образ, вы видели? То есть понятие 1.17 социальной и поджатой удваивается уход от конфликта лишнего. Поняли? То есть вот, просто поймите, синтез это самая сложная вещь во всей психодиагностике, потому что это как нелинейная уже информация, это как информация, которая синтезируется, которая складывается уже и дает информацию второго порядка. Это самая крутая вещь, кстати. И самая сложная вещь, это мало кто дает. Потому что в основном из серии берут психопатическую и там качество гонят, понимаете? Потом берут там отдельную длину, гонят качество, берут там какую-то букву, следующую букву, гонят качество. А как оно компонуется вместе, как единое целое, это самая красивая, самая сложная и самая азартная вещь. И это самое важное, понимаете? Потому что тогда вы склепываете человека целиком, а не, условно говоря, у вас разорванный сэндвич. Вот здесь это как, ну, одна девочка училась, она говорит, а как это, ну, если это буква Р там длинная, он активный, инициативный такой весь демонстративный, а буква Д поджатая, он не инициативный, это как? Как это сложить вместе? Учили-учили, одни двойки, то есть понятно. То есть там в работе, там в войне, ну, разделяется сфера, разделяется... Разные ситуации. Разные ситуации, абсолютно. А вот уже вместе, как это скомпонуется, надо уже поиграть, что человек будет в работе менее, скажем так, активный, но более, но компенсировать будет с помощью войны. То есть вот это уже синтез. Вот это понятие удваивания, то, что вы среагировали, это есть. Вот это, посмотри, по какому параметру идет как раз это. Вот случай 1.12, видите, очень длинная и очень иванцетная. То есть усиливается мега-цель, мега-задача и заявка о том, что я этого достигну. Поэтому параметры усиливают друг друга, видите? В случае как раз вот 1.13 срабатывает некая несостыковка уже. Потому что с одной стороны выпендрежь, с одной стороны слишком слабый для такого уровня выпендрежья. Тут уже как раз срабатывает некая как противовес друг к другу. То есть условно оно не склеивается. И на этом несклеивании тоже будет очень прикольно. Заметьте какую информацию, видите? В случае 1.16 слишком крут для того, чтобы такую поджатость иметь. Тоже есть напряжение. И поймите, это тоже можно человеку объяснять и потихонечку разворачивать. То есть зависимость, и опять же тоже момент очень важный, как психодиагностика. Вот когда 1.16 я заказчик, и мне нужен терпеливый человек. Идеально, понимаете? То, что у него проблемы, это его проблемы. Ну понятно, что он мог бы там большего достичь. И прийти, например, меня раньше, как заказчика, либо как босса, атаковать за то, что я там его пережимаю гайки. Понимаете? Но с другой стороны, мне нравится, что он, получается, то есть терпит, пусть терпит, пусть ждет. Я ему, возможно, за это плачу. Поним, да? То есть здесь очень прикольный момент. На чьей мы стороне? Мы его лечим. Мы его калечим, деньги пытаемся свои забрать. Он у нас работает. В какой ситуации он работает? Как максимально, куда его поставить, чтобы с него взять максимальную, ну как, эффективность выхлопа. Понимаете? То есть вот это очень прикольная тоже вещь. Поэтому я вот как раз сегодня вот так сдалека, с разных-разных сторон вам это все показывал, чтобы вы потихонечку, то есть учились именно психодиагностике, как это переводить в оперативное поле и прикладную информацию. Поэтому так много и нюансов.